Высказать слова благодарности докторам сегодня хотят многие жители республики. Ребята из столичной гимназии номер 5 решили поддержать медработников не только словом, но и делом. И изготовили ёлочные украшения. Наш школьный завод. Так ученики называют свой технологический блок. Здесь они реализуют различные творческие идеи. В гимназии действует волонтёрское движение. И добрые дела стали неотъемлемой частью школьной жизни. Что мы можем сделать для наших врачей и какое настроение создать им перед Новым годом. И ребята приняли решение сделать ёлочки. Замечательные ёлки, которые мы сегодня передаём в больнице и с игрушками для того, чтобы настроение наших врачей приподнялось. Мне кажется, очень важно сегодня своим личным примером нам, взрослым, показывать, что слово «благодарю» становится модным. Отсюда мир светлее, настроение ярче. Материалом для игрушек стали папье-маше, ткани и другие подручные материалы. К новогодним украшениям добавили письма, рисунки, открытки и вкусные шоколадки. Эскизы выбирали особенно тщательно, чтобы врачам понравилось. Тимур Иванов умеет делать многое. Например, пеналы и линейки в подарок своим друзьям. А сегодня с удовольствием мастерит ёлочные украшения. Для начала мы подбирали эскиз, который мы хотим сделать. Потом мы делали его в специальной программе и потом уже вырезали. Это всё делал наш школьный завод. Мы всё это вместе проектировали и вырезали на лазерном станке. Педагоги считают, что у этой акции есть не только внешняя, но и внутренняя составляющая. Мы развиваемся в процессе изготовления, то есть и рисовать учимся, и на компьютере работать. Благодаря данной акции у детей есть возможность поблагодарить врачей, показать свой труд с той точки зрения, что свой труд можно подарить и поднять настроение не только себе, своим близким, но и тем, кто стоит на страже нашего здоровья. Все подарки ушли в так называемые ковидные больницы, Республиканский госпиталь ветеранов войн, больницу скорой медицинской помощи и в детскую инфекционную больницу. Ребятам очень понравилось, и я сам был лично очень удивлён, что они с такой энергией и такой отдачей делали подарок, в который они вложили всю свою благодарность. На самом деле, я считаю, что это очень ценно сегодня. Сами подарки, я думаю, что получились оригинальными. Надеюсь, что врачи оценят то, что мы для них сделали. Спасибо вам, дорогие врачи, за ту работу, которую вы проделываете ежедневно в это тяжёлое время. Екатерина Шиверова, Георгий Кривошейн, Республика.